Уважаемый зритель! Его округлили именитые воры Миха Слепой, Цинсадзе, Эдата Ташкентский, Цихилашвили. Для Грузии 18-летние коронованные личности тогда уже были не редкость, но в России получение титула обычно происходило в более зрелом возрасте, что указывало на неординарность личности его обладателя. Ильдар Асинов родился в Уфе, за что получил к имени приставку Уфимский. Криминальный мир Башкирии, как и везде, делился на два части. Синим противостояли спортсмены, предпочитавшие противопоставлению обществу и жизнь по особому закону, которому придерживались все живущие по понятиям, удачную ассимиляцию в легальном бизнесе. Ильдар имел все данные, чтобы стать одним из лидеров спортсменов. В юности он был спортивным парнем, серьезно занимался боксом и заслуженно гордился значком Мастер Спорта СССР, но выбрал он все же иной путь. В 1985 году его впервые осудили за кражу на три года. В колонии Ильдар становится злостным нарушителем режима отрицалой, впитавшим все основы воровской идеологии. В заключении через год ему добавили срок за умышленное нанесение телесных повреждений. На сегодняшний день на счету Асинова восемь ходок. Он провел в заключении уже больше 33-х лет и продолжает отбывать очередной срок в Магадане. Ильдар Уфимский. Выйди на свободу. Вор Ильдар Уфимский быстро сколотил группу сорвиголов и взял под свой контроль северную часть Уфы. В те годы он действительно не видел берегов, поэтому снова быстро отправился в командировку во всю ту же актрису Лавата. За вымогательство, хулиганство, угрозу убийства и незаконное хранение огнестрельного оружия суд начислил ему 3,5 года заключения. По истечению этого срока, отдохнувший Ильдар, принялся устанавливать свою власть уже на всю Уфу. Ему противостояли 5 групп спортсменов общей численностью более 100 бойцов, возглавляемые авторитетами Гелязом, Костей Длинным, Флориком, Золотарем, Бультериером и Нестером. Вор Ильдар Уфимский боролся за власть не в одиночестве. Он нашел себе союзников в башкирских городах Кумертау, Дюртюли, Цалавате, Альметьевске, а также в Оренбурге и Москве. Осинов получил поддержку от воров в законе Блондина, Баркалова, Иважа, Беганишвили. Кроме того, он неплохо вооружился. В арсенале его группы были автоматы АКМ и ручные гранатометы, а безбашенность босса просто парализовала волю конкурентов. Усилия увенчались успехом. Ильдар Асинов становится смотрящим по Уфе, но пребывание на престоле прервалось новым тюремным сроком. За хранение огнестрельного оружия Ильдар Уфимский получил очередные два года заключения. Противостояние за Уфу Частые долгие отлучки из родного города привели к тому, что постепенно взошла и окрепла позиции его всевластью. Причем, не в среде спортсменов, а среди других воров, посчитавших Уфу своей вотчиной. Первым претензией к Ильдару высказал Ахат Уфимский, Султанов, но его быстро успокоили. Затем против смотрящего объединились Егор Уфимский, Молодцов, и Денис, Денисенко. Это было уже серьезно. Ильдара поддержал Дед Хасан, Усайян, и все тот же авторитетный славянский вор Блондин. Первая атака воров-конкурентов была успешно отбита. Главной проблемой Ильдара Асинова со временем стали наркотики. Для настоящего вора ширяться непозволительно, но время диктует свои правила. Многие воры в законе, особенно южных кровей, со временем превратились в настоящих наркоманов. Смерть от Авердоза стала такой же частой в их среде, как от пули или ножа. Даже крестный отец Ильдара Уфимского ворда Таташкентский полностью разрушил наркоты и свой некогда могучий организм. В 1997 году Ильдар ушел на зону по 228 в статье. Вернувшись в 2000 году в Вуфу, он обнаружил, что стремительно теряет авторитет. Его за глаза называли наркоманом и беспредельщиком. Был в его жизни эпизод, когда он похитил проститутку и за ее освобождение требовал 2000 долларов. Воры так не поступают. Раньше Ильдар Уфимский-Рьяно выступал за чистоту воровских рядов. Он лишил имени своего крестника Чапая, Чапайкина, сразу, как до него дошли сведения о нецелевом использовании им воровского общака. Долго на свободе Осинову жить не пришлось. В 2001 году его вновь взяли за наркоту и оружие. Злоключение вора. В зоне он взял себя в руки и вернулся в Уфу другим человеком, освобожденным от тяги к зелью, но было уже поздно. Место смотрящим вместо него уже занял Егор Уфимский и по собственной воле не хотел его уступать. Ильдар не нашел ничего лучшего, как в пух и прах рассориться с ворами Хриком, Завгородневым, Элесиком, Матюниным. Оставаться дальше в Уфе стало небезопасно. Осинов перебрался в Тулу, где его почти сразу арестовали, обнаружив в его кармане понюшку героина. Борцы с организованной преступностью прекрасно знали о слабости Осинова и пользовались ей себе и обществу на благо. Сам Ильдар Уфимский считает, что ему частенько специально подкидывали наркотики и последние его четыре хатки произошли именно по этой причине. В среде его коллег бытует мнение, что Егор Уфимский занимался, как говорят коммерсанты, недобросовестной конкуренции и просто купил место смотрящего. За устранение Ильдара ему пришлось заплатить 200 тысяч долларов, часть из которых попала к ментам, рьяно взявшимся за вора в законе. В 2006 году вопрос о его членстве в воровском сообществе был рассмотрен в Москве дедом Хасаном, Егором Уфимским и Лесиком. Они приняли решение недостоин. Поводом послужили сведения о том, что Ильдар Асинов лично занялся торговлей героином. Барыжничество всегда строго осуждалось ворами, а торговля наркотиками тем более. Сам Ильдар, доказывая обоснованность высказанных претензий, перебравшись в Тулу, купил себе комфортабельную квартиру и гелик за 7 миллионов рублей. Прежняя скромность воров в законе давно стала легендой. Теперь многие из них проживают в настоящих дворцах. Подтверждением тому, что Асинов начал шуковать на наркорубле, стал его арест сотрудниками госнаркоконтроля. В его тульской квартире в бачке унитаза нашли 160 грамм героина. Суд не поверил подсудимому, утверждавшему, что он белым порошком не торговал, а хранил его для личного потребления. Ильдар Уфимский получил свой максимальный срок 12 лет. Подсластило ему горечь поражение известия о лишении воровских полномочий вора-врага Дениса. Из колонии в республике Мариэл Ильдар Уфимский обратился к ворам Робинзону, Арабуле, и Оксену Измайловскому, Аксенов, с просьбой разобраться в ставшем ему известном неблаговидном виде деятельности давнего недоброжелателя. Денис, будто профессиональный расставщик, давал деньги под нихилые проценты, занимаясь откровенной коммерцией. Воры, рассмотрев вопрос, разделили возмущение уже разжалованного Ильдара Уфимского. Крот в воровском окружении. Наркотики помешали поменять Асинову приставку с Уфимский на Тульский. Едва освободившись, он вновь был задержан в Балашихе с метадоном. В октябре 2016 года его арестовали в деревне Юдиномы Тищинского района. Наследно вел крот, внедренный органами в его ближайшее окружение. Агент под прикрытием вошел в курс всех торговых операций и подал сигнал наркополицейским именно в тот момент, когда у Асинова в кармане лежало почти 6 грамм героина. К внушительному общему сроку пребывания в исправительных учреждениях добавились очередные 6 лет. Личность Ильдара Уфимского расколола уголовный мир на части. До сих пор многие уголовники считают его полноправным вором в законе. Сам Ильдар рассчитывал, что приговор может быть отменен Шакракурдом, Калашов, вернувшимся из-за границы в Москву. Но этого не произошло, а сейчас сам Шакра надолго угодил за решетку. Сидит Асинов Магадани на спецблоке, как и положено авторитетному вору. В короткие периоды пребывания на свободе Ильдар Уфимский встречался со многими знаковыми фигурами воровского мира. Он дружил с ныне покойным Валерой Сухумским, Силагадзе. Его часто видели вместе с Сашей Севером, Северовым. Друг Михаила Круга первым из воров согласился дать развернутое интервью на камеру, в котором он подробно рассказал о своей жизни и взглядах. Многие воры посчитали этот поступок саморекламой и осудили его за это. До Севера с журналистом разговаривал только патриарх грузинских воров в законе Гоги, Чайковани. В силу огромного уважения к его персоне высказывать упреки никому не пришло в голову, Ильдар Уфимский также решил увековечить свое имя встречей с журналистом. В 2013 году короткое интервью взял у него известный российский журналист Аркадий Мамонтов. По содержанию и продолжительности оно не идет в сравнении с почти трехчасовым монологом Саши Севера. На видео Ильдар Уфимский выглядел не совсем адекватным. Что делать, экс-боксеру трудно тягаться в разговорном жанре с испечериным наколками любителям поэзии Севером, исписавшим в заключение не одну толстенную тетрадь своими стихами. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик, и поставьте лайк. Спасибо.